Девушки отдыхают Сейчас настоящие шотландцы носят юбку без... Я тоже Чекать можно... Чего завгодно Та чим выманюет на зустріч Бизнесмен с сайту знайомств И для чего Не нужно, чтобы вы легли Куда легли? На диван Как часто вы занимаетесь сексом? А это зачем? Незвычайным Пускай меня Ну да, аферисты все время придумывают новые схемы А так появляются наши новые серии А еще они нереально наглеют Вот меня, например, на следующем свидании Кавалера ненавязчиво попросил взять с собой пачку денег В общем, ты понял, что от них осталось, да? Угу Ну вот эта резиночка Да да И вообще много свиданий было уже А давай так Видишь, у меня на пальчике резиночек А зажми мне вот эти два пальца Угу Крепко держишь Угу Смотри, фокус Хап! Ого Да, вот такие у меня тоже были глаза Когда кавалер меня на первом свидании Огорошил таким подарком А честно, что у меня только были квадратные глаза У всей съемочной группы глаза на лоб полезные Ну все, конечно, было не просто так Чем выманивает на первое свидание Привет, Кристи Привет, иди как? Я не знаю, как Бизнесмен с сайта знакомств Слушай, а ты на яхте не хочешь покататься? А у тебя есть яхта? И зачем? Я в шоке Алло Крис, ты не проверишь Крис, выходи Интернет-кавалер Константин Ждет меня в ресторане в 15.00 А я сегодня во всеоружии Подслужка Раз, раз Нормально? Микрофон на мне Через который группа слышит все происходящее И вот этот телефончик Сегодня он главный крючок Мчимся по адресу Ресторан выбирал Константин Но мы заранее там установили скрытые камеры На вот этот столик На нем резерв на Константина Это он сам по телефону забронировал А персонал нам передал Группа уже на месте В двух машинах По обе стороны от выхода из ресторана Чтобы, если что, словить нашего героя в любом случае Мы, конечно, до конца не знаем, что именно затеял бизнесмен Константин Но готовы ко всему Я буду ждать молодого человека А то, как бы, мы вместе что-нибудь закажем А что мне делать? Просто ведите себя как обычно Как вы обычно ведете себя с клиентом Все, спасибо большое Мы тогда, когда молодой человек придет, мы вас позовем Что-то официантка явно нервничает Оно и понятно Не каждый день в ее ресторане снимают скрытые камеры И ловят аферистов Но как бы она нас ненароком не выдала Кстати, уже 15-10 Кавалер опаздывает? Аж на 10 минут? Или как-то увидел наше с официанткой перешептывание? Ладно, пока себя веду, как он и ожидает В образе блондинки Поправляю прическу Делаю селфи Крис, идет чувак в светлом костюме Похожу вон Да По пятому Вообще, я тебя просил не звонить Я весь вечер буду занят Привет, Крис Я сразу Прости, что задержался Не, ничего, ничего Очень А, я не знаю как Первое впечатление На бизнесменах так не сидят костюмы Как будто с папиного плеча Великовата и бесформена У крутых дядек все сидит, как в литое Да и жара сегодня несусветная А он в костюме парится Зачем? Ты выбрала уже себе что-нибудь? Я, не знаю, капучинку буду Капучинка? Кофе с молоком одной Одно кофе, а не один кофе А бизнесмен, смотрю, в высоких кругах не крутится Но виду я не подаю Извини, что задержался Я думала, что ты передумал Да не, не передумал Поезд задержали просто, ездил Без меня ничего сделать не мог А, еще и поезд опоздал, да? Да Да, деланная какая-то бизнесменность Типа хочет говорить вальяжно, а звучит как-то полупьяно Но меня тут должен держать не столько он Сколько его замануха для меня А замануху он забросил, конечно, в переписке Клюнул на мою анкету блондинки Хотя у самого фоток ноль Мол, он бизнесмен, а потому не светится лишний раз Ну, любят мужики на сайтах знакомств спекулировать именно этим статусом Девочки ведь на бизнесменов падкин И сразу стал заливать, как много он зарабатывает Зашибает деньги, а потому все никак не может со мной встретиться Подогревал, конечно, интерес А потом заявил вдруг, что очарован и вообще влюблен Наконец-то он позвал меня на свидание Якобы будет ехать поездом с деловой встречи с Запорожья И сразу с вокзала примчится ко мне Ресторан выбрал сам И пообещал привезти мне презент Шестой айфон Мол, в моей анкете увидел меня с четвертым А его девушке такое не пристало И да, меня, мол, это ни к чему не обяжет Он может себе это позволить просто так И главное, это подарок от души Если откажусь, обижу его Запомните, это главная манипуляция аферистов Заставить вас что-то сделать, прикрывшись этим обижусь Чтобы вы почувствовали, как вы глубоко можете ранить человека Из-за какого-то своего глупого упрямства Но мы-то понимаем, что дорогущие телефоны просто так не раздают И я соглашаюсь на встречу с бизнесменом Константином А как я его узнаю? А вот так Опоздавший с поезда бизнесмен аж распереживался, что заставил даму ждать Пришлось лошадок свои гнать к тебе, чтобы успеть А у тебя лошади? Ну 50 имеем О, целый табун Под капотом возят меня А На чем? На БМВ на МВ А, типа заметь, девочка, у меня крутая тачка А, ты приехал на БМВ, просто тут не видно Чуверец, похоже, наш чувак пешком пришел А где ты тут стоишь? Да, он водителя просто по делам отправил своего Кого-кого? Водителя по делам отправил Нормально, выкрутился Поважно, я тоже поехал там Решать вопросы Ну, сама понимаешь, бизнес Ну, крутимся как-то Ну, пусть потом там тебя вечером, ну, покатаем Домой хочешь отвезет, он тебя, я не знаю, в коробки там заедет Я одна насчитала аж 4, ну, в его трех предложениях Прям верю, что так разговаривают, ну, настоящие бизнесмены, ну А ты не голодный, да? Ты еще ничего себе не заказал? Ну, что ты, я в поезде, в принципе, так, перекусил Это как, типа, корочка, яйца в газетке? Да нет, 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 в какой-нибудь ресторане Запомните, любого афериста можно всегда словить на конкретике Например, что он ел в вагоне-ресторане А что там, чем кормят в вагоне-ресторане? Сама же понимаешь, чем могут кормить в вагоне-ресторане? Едой! Угу, конкретных блюд не назвал Либо потому, что не знает, чем там сейчас кормят Либо чтобы не вспоминать потом, что называл А куда ты ездил? В Запорожье А, в Запорожье? Да Вот это долго, наверное, ехать, да? Я снова проверяю Ведь сходу с лету не угадаешь, сколько часов едет поезд из Запорожья в Киев Таких мелочей аферисты могут не продумать И на этом попалиться Ну, немало, немного, но пришлось попотеть, поездить Ага, немного, немало Это сколько часов? Опять съехал Там жара такая, что пришлось, наверное, нормально попотеть Да, просто у меня, пока я в своем присутствии, там, каждому пистоны не вставишь, ну, дело не будет Ну, сама понимаешь, бизнес, дело такое Да, очень бизнесменский сленг Пистоны не вставишь Заигрался, расслабился Два года я этот контракт добивался, 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 добивался В итоге приехал, понагинал их всех немного Это меня радует Так там что-то важное, да? Очень, да Капучинка, а, спасибо Да, официантка улыбается очень напряженно и неестественно Нервничает, поскорей бы ушла Она-то знает, что мы подозреваем в нем афериста Хотя бы все случайно не сорвалось сейчас Так, а что же он тянет с дорогим подарком-то, шестым айфоном? Куда едем отдыхать? Я не ожидала такого вопроса просто А что, мы готовы уже ехать отдыхать? Я тебя умоляю, паспорта есть у тебя? Паспорта? Мне надо несколько Ну если в принципе нет, то я пацанам позвоню, они сделают, ну не вопрос Купим тебе шмоток каких-то, ну украшения, смотрю Не дарит никто? Никто не дарит Ну все будут Так, понтов явно накидывают, чтобы придать себе солидности Ведь чем богаче человек, тем меньше от него ждешь обмана Зачем ему кидать кого-то на бабло? У него самого хоть подавись Слушай, а ты на яхте не хочешь прокататься? А у тебя есть яхта? Ну как есть? Ну будет, наверное Волшебная папочка? Ну можно и так сказать, не то чтобы волшебная, но прибыльная Он уже второй раз акцентирует мое внимание на эту папку Явно же не просто так Слушай, а сколько время? Нормального времени уже курьер должен быть давно А десерт тебе таки не принесли Очень вкусно Алло Алло, Андрюха, здорово А что там, где там твой курьер? Что ты заставляешь меня ждать? Мало того, ты не меня заставляешь ждать Ты прекрасную девушку заставляешь ждать Я ей обещал, ну куклом меня хочешь выставить перед ней или как? Так, с подарком какие-то накладки? Кстати, любой конфликт, даже словесный, передает жертве состояние нервозности Это рассеивает ее внимание И это на руку аферистам Давай цифры мне скинем, я сам наберу его Итак, телефон везет курьер, но он опаздывает И наш бизнесмен звонит курьеру Алло, это Константин Евгеньевич беспокоит А где вы есть? Я вас по адресу уже ожидаю, ну полчаса минимум Отличная смена тона На приказной, чтобы лишний раз подчеркнуть, кто тут хозяин 20 метров? Да, окей Да, я выхожу и встречаю вас Солнышко, ты извини, я 5 минут заберу твой подарок и приду, окей? Я в предвкушении Конечно, он может сейчас кинуть меня на свой недопитый кофе и не вернуться Мол, плати девочка, но ему нужно от меня кое-что поважней Группа ведет слежку снаружи, в полной готовности, если что Но возвращается он реально с тем, что и обещал Я же обещал тебе Вот он твой, шестой айфончик Я в шоке Такой красивый бан, все такое красивое Алло Внимание, сейчас это алло мне как обухом по голове Ведь я сейчас в состоянии эйфории Крутой подарок держу в руках Уже себя с ним представляю Точнее, вот так бы было с другой девочкой, которая верила бы всему происходящему И дальше он действует быстро, чтобы не успела опомниться Да, да, да Да забыл, замотался, сейчас, секунду подожди Секунду, говорю, подожди, сейчас вынесу Пятер Сейчас, минуту подожди Да, говорю, подожди, минуту замотался Сейчас, пятер Сейчас, секунду Ты, кстати, не хочешь свой четвертый сменить? Ну, я попозже, наверное, я просто маме, маме просто его хотела, наверное Я тебя умоляю, я шестой привезу, ну Давай, если ребятам покажем, за пятерку, за пятерку А нет, тут просто фотки, ну там Сейчас забирать его никто не будет А, я не просто не могу По крайней мере, посмотрят оцену Ну, конечно А, я поняла, ага Хорошо Такая огромная просьба, присмотри, пожалуйста, документы Тут на миллион, ну ты же понимаешь, я только тебе могу доверить Присмотри, пожалуйста, окей? Я быстро А вот и папочка сыграла, ну-ну Да, я уже вверх Вот это поворот Мы-то знали, что мой четвертый айфон он заприметил в анкете, чтобы на этом сыграть и предложить мне шестой Но что он его вот так под шумок еще и прихватит? Но подождем, у меня ведь все-таки остался шестой А наши пацаны пока присмотрят Внимание! Крис, выходи! Сюда, хуй! Ну кто-то че, хуй? Я попустили! В траве Да новый канал, правда? Что в траве? Ну там в траве только что-то Мы скину телефоны Да какой скину? Мы скину? Давай мне рассказывай, чуешь, дядя А вот он аварей, шапка горит Ведь телефон скинул с умом, он прямая улика Это вообще не мое Это реально не твое, это мое Это новый канал, программа фейса вся Алло, это телек Да какой телек? Хватит, хватит, что ты истерику укатила, рать? Хватит Кстати, а где бабки? При нем должны быть пять тысяч гривен Кстати, про пять тысяч гривен И шестой айфон в подарок Чуть позже подарок нас очень впечатлит Конечно, о том, что он аферист, мы догадались уже вот здесь Никакого курьера не было И коробку он достал, припрятанную под пиджаком Именно поэтому он и жарился в костюме в такую жару Под объемным пиджаком коробку было просто не видно Хотя она все время была у него за спиной А дальше он вернулся, торжественно вручил и под шумок, в спешке Вдруг вспомнил про пять тысяч гривен Давай, Саша, поищи там деньги Конечно, они у меня были с собой не просто так Ведь в переписке он попросил меня взять их с собой Под очень романтичным предлогом Мол, он так будет спешить с поезда ко мне Что, возможно, не успеет снять наличку А курьер доставит мой подарок прямо в ресторан И 30 тысяч гривен у него с собой будет А меня на всякий пожарный попросил прихватить всего лишь пять Дальше он мне в залог оставляет папку с очень важным контрактом Который в итоге оказался набором бумажек, распечатанных просто из интернета Ну что, ну что-то распечатал Но сработал принцип доверия за доверие Он мне доверил важный контракт Ну и шестой айфон А что там было на самом деле? Она как замотала, это чтобы сразу не смогла открыть Слава себе Мыло Хозяйственное Хозяюшка Отлично, это мне по этому мыльцу позвонить? Алло, мой дадыр? Хотя, конечно, какой-то наивной девчонке было бы не смешно Она-то влетела бы на пять тысяч гривен и четвертый айфон за кусок мыла А он потратил 200 гривен на коробку и 5 гривен на бан А мог бы получить в общей сложности тысяч восемь Мог И получил По заслугам Короче, ты понял, что все у них не просто так И даже если в плюс 35 в пиджаке, то это зачем-то нужно Да, кстати, вот эти мои резиночки, все остальные, тоже не просто так А резиночку я заранее подготовила Она на самом деле у меня была где-то вот здесь вот И я делала вот так Пропускаю сюда Тут так зажимаю, возвращаю И вот так оп Одеваю на три пальчика Тебе с этой стороны это выглядело Вот так, ну где-то себе резиночка на три пальца А с этой стороны Тут же целая конструкция И потом, когда я хлопаю Я просто отпускала резинку с этого пальца И выглядело это вот так Оп Тивиться далее Коли на побачення приходить хоробре сердце Сейчас настоящие шотландцы носят юбку без Я тоже Чекати можно Чего завгодно Як звичайный целитель Мне нужно, чтобы вы легли Куда легли? На диван Може обернутись Как часто вы занимаетесь сексом? А это зачем? Незвичайным Пускай меня Сашенька, ты юбки носишь? Что за странный вопрос? Нет, странный вопрос Это, Сашенька, ты трусы носишь? Просто мой следующий кавалер Юбки носит Трусы нет Кстати о трусах Я вот в интернете заказала чудесные трусы для пердунов Извините, ну из песни слов не выкинуть Все честно написано По инструкции Эти трусы благодаря вот этой липучке Превращают запах конфуза В амброзию В общем, после сюжета проверим Ну там тоже кавалер как бы Без трусов, но в юбке Он назвался храбрым сердцем Привет Ты такой нарядный И косил под шотландца Вообще настоящие шотландцы носят юбку без Я тоже А что из этого вышло? Эй, девчонки! А мы... А, нет А мы частично девчонки! Не ожидали мы сами Сегодня суббота, 12.55 и я на месте В 13.00 придет он Храброе сердце Необычный кавалер сайта знакомств На встречу согласился мгновенно Но место выбирала я И поведу я его по специальному маршруту На котором наши операторы под видом обычных прохожих И скрытые камеры Чтобы устроить нашему шотландцу Небольшую проверочку А вот кажется и он Привет Ты такой нарядный Делай футболочки Ну у тебя платьишко тоже ничего в принципе Ничего тогда? Да Ну как бы Твоему конечно проигрывает Вообще на фотках на сайте он был мужественней А тут прям ходячая японская школьница Только гал, чтоб где-то забыла Италию А ведь на сайте я клюнула на его вот эту фотку В суровой кожаной жилетке и килте Ну и на ник Храброе сердце На фотках крупный парень с серьезным взглядом И в килте везде В общем что такое брюки он не слыхал Конечно харизматичных персонажей на сайтах знакомств Валом Вспомнить хотя бы Д'Артаньяна Это не дрыщ, это Д'Артаньян Как тебе он на самом деле? Д'Артаньян Или Супермена Который оказался супербыстр А ты боишься вообще чего-нибудь? Да я вообще очень быстрый А-а-а Но храброе сердце в юбке тоже не отставал Храбриться начал чуть ли не с первых строк Мол храбрость его второе имя Но когда я уточнила его реальное имя Тут храброе сердце как-то замялось И после короткой битвы вообще сдалось Эх, Вася, Вася, а реальным именем не хватило храбрости назваться? Че, хорошее имя Правда не совсем для шотландца А вот храбрым сердцем назовется не каждый Но храбрый ли на самом деле Вася? А вот это мы и проверим Я веду Васю храброе сердце по нашему маршруту Через подслужку держу связь с группой Который все хорошо, звук чистый Со стороны, конечно, как ты А они слышат все, о чем мы говорим через микрофон на мне А говорим мы, конечно, о нем Не жарко? У тебя же шерстяной фильм? Он шерстяной Плюс 37 Все дело с вентиляцией А у тебя там вентилятор еще? Не, у меня были идеи его туда поставить Но пока нет, просто естественная вентиляция Допустим, а если похолодает? А как ты зимой ходишь? Зимой я поддеваю там специальные гольфы Есть, они идут до колена И получается, что нога полностью в тепле Нога, понятно, а то откуда иногда руки растут? И фишка в том, что в нем на 6 метров шерсти За счет этого очень тепло А у тебя еще 6 метров шерсти и плюс 37? Вентиляция Однако храброе сердце прям отчаянно храброе Я в легком платье и то почти расплавилась Вообще, что ты решил юбку-то носить? Ну, а как же, для храбрости В нашем обществе ходить в юбке Это реально очень храброе Хорошо, вот едешь ты, например, в метро Ты вверху, а кто-то едет пониже И ты тут такой во всей красе в юбке Я думаю, девушки ездят в юбках и покороче, чем у меня И почему-то никто им ничего не говорит Да, но у девушек под юбками трусы А у настоящих шотландцев Вообще же, настоящие шотландцы носят юбку без... Я тоже Обычно это мальчики мечтают побыстрее снять с девочек трусы А у меня сегодня прям джекпот И так кавалер без трусов А я по вот этих приколов, типа, знаешь, как... Марлин Монро такая... Ву-у-у-у И весь эскалатор такой Плотная ткань тяжелая Сумочка вот есть еще специальная Она не дает килту подлетать А, а я-то думала, что-то у него за клатч болтается Оказывается, это грузик для порыва ветра Чтобы прикрыть самое сокровенное С виду мы просто гуляем Но он-то не знает, что впереди испытание Ведь мы подозреваем, что храброе сердце храбрится только в интернете Хорошо, а как ты, например, на пляже? Плавки... Плавки юбка? Нет, я просто клетчатые нашел Я веду его по заранее продуманному маршруту А он и не сопротивляется Но сегодня мы проверим, храбрый все-таки наш шотландец Или вся храбрость только в ношении юбки К слову, пока Вася храброе сердце совсем обычный парень И как кавалер даже скучноват Похоже, он считает, что сражать на повал уже только тем, что он в юбке и без трусов А как насчет сразить все-таки храбрости? А что ты боишься? Да в принципе ничего Серьезно, ничего не боишься? Чака Норриса Да, просто такая опасность прям каждый день Вышел за хлебом Чак Норрис Сел такси Чак Норрис, блин Конечно, везде Один сплошной Чак Норрис Даже при моей неунывающей жизнерадостности я начала скучать Не знаю, как у Васи с храбростью, но с чувством юмора голая ж Короче, как у шотландцев Кстати, о храбрости, пора проверять Может, давай на водичку покатаемся на катамаранчиков? Может, не надо? А что это храброе сердце вдруг так замялся? Вообще, на свидание желание дам и закон Шпархлад не просто будет, свеженько Ну да, согласен Конечно, на катамараны я тащу его не просто так А чтобы ненароком упасть за борт И дождаться храброго спасителя Надеюсь Подожди секундочку, я сейчас вернусь Че это? Побег из Шоушенко? Куда он? Крис, я вас жду на мосту А куда вы пропали? Зато другая наша камера под видом обычного прохожего Меня видит И видит то же, что и я Минуточку, минуточку А что это такое? Куда ты сейчас? Да Там нужно что-то поддеть Все-таки не все, может, готовы к виду Настоящих шотландцев А у тебя всегда трусы с собой? Ну, на всякий случай А то есть ты реально ходишь с запасными трусами? Да Классно Ну как и женщины с запасными колготками И то правда Вдруг кто-то попросит котенка с дерева снять А спаситель без трусов Короче, сейчас будет мой коронный выход А вернее, выпад за борт Вот только погрузимся и отплывем подальше Эх, не зря я сегодня одела купальные плавки А с отплытием как-то и не пошло У нас-то на все про все полчаса А мы застряли прям в начале А тут мы полчаса и побаваем Но так сяк вырулили и устремились вдаль Как вдруг Вася навеяла водой воспоминания из детства В детстве меня родители сдавали в бассейн и я там плавал как топор Как топор это... А сейчас? И сейчас как топор Теперь ясно, чего он на катамараны не хотел Так, отставить провокацию с тонущей Кристиной Эй, девчонки! Прекрасно Понимаю, что с берега обе мы в юбке, да еще и волосы у него длиннее Ладно, надо заканчивать этот заплыв, раз уж проверка сорвалась Хорошо, что она была промежуточной перед главным испытанием Крис, Вася готова, можно не причаливать Ну ты бы видела, какой торжественный сидит Прям на шлеваночку Все, спасибо вам большое Итак, сейчас мы проверим Таков ли Вася храбрый внутри, каким хочет казаться снаружи И не уйдет ли сейчас храброе сердце в храбрые пятки Слушай, я знаю, что я думаю А давай этот самый Вот видишь, там местечко такое Между двумя деревками Вот там, да? Да, может там на пикничок какой-то Наш, типа, присядем Давай Не знаю, может позагораем Там просто точно знаешь Ёб***ь 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 Змею подкинул кто-то Игрушечный Ты что, реально меня спасал? Да Ты храбрый шотландец Это была съемка Это была съемка Папа Ничего Мы все думали, что дремонежат этой змеи На забор Ты же с питьем бедненький Ты в шоке? Да Конечно, объективно, суперподвигом тут и не пахнет И вначале он даже отпрянул, но это инстинктивно С другой стороны, я специально очень дергалась, чтобы он не смог рассмотреть змею А на расстоянии она выглядит очень даже настоящей В общем, храброе сердце Вася, никакой не Вася Желаю встретить тебе хорошую девушку в брюках А можно я тебе на пару слов? Тебя змея укусила? Нет, нет, нет Что случилось? А они что, видели, как я там трусы надевал в кустах? Ну, как бы, да А, нет, ты, конечно, извини, как без трусов, так щеголе, так можно Как трусы надеть, так прям конец света Другой, если бы я надевал женские трусы, тогда бы мы задумались Ну и славно Зато ты от змеи спас дому И то неплохо Ну вот Ну что, опять? Да И тут дернула меня напоследок крикнуть типа боевой клич шотландцев ФРИЗАМ! Без печали вообще, пацан Так что, эксперимент? Итак, трусы для пердунов Мужские Белоснежные Угу Видимо, леди просто этого не делают А твердая вообще? Так, значит, угольная вставочка есть И ароматическая добавочка Я по-богатому Я не пожадничаю Ну, я просто на внешнюю часть Это надо пришлепнуть на внутреннюю часть Но я так для красоты, чтобы показать Итак, в инструкции, значит, товаров сказано Что благодаря этой угольной вставочке Превращает любой крепкий запах Как написано, как интеллигентно сказали В приятный и ароматный Ага, хорошо У нас есть груша Угу Набросали там в бутылку Всякой разной гадости Она протухла Набрали этот чудесный запах Сюда Давай Туда, на вот эту вот прокладочку Так Что-нибудь по всему Не работает Что-нибудь туда намежали В общем, я надеюсь Что вот хотя бы Этот звук конфуза Превращает в симфонию Моцарта Я не знаю Сашка, а спорим, я умею читать мысли Угу Ну что вы, серьезно Смотри, вот беру книжечку Смотри, я буду так вот листать А ты скажешь мне стоп в любой момент А потом прочитаешь первое слово на страничке Ты же понимаешь, что тут 700 страниц Я же не могла запомнить каждое первое слово на любой странице Угу Угу Поехали Листаю, говори стоп Стоп Читай Про себя Запомни Угу Я думаю, что это слово Ти-ти Что, угадала? Да, ну как? Как у меня был вопрос такой же Когда я сходила на расследование Ну не к фокуснику А к целителю Но фокусы он вытворял такие Что моя юбка оказалась на голове Ти-ти-та-та там было Ага Я тебе расскажу потом как Субтитры сделал Вообще я очень не хотела идти на эту встречу Как часто вы занимаетесь сексом? Но очень было надо Пускай меня Так что я записалась к нему на прием Флоплен Григорьевич Да Алло, здравствуйте Владлен Григорьевич Я хотела бы к вам на прием записаться Мне вас очень посоветовали Сколько вам лет, милочка? 26 Так, хорошо Это ключевой вопрос Ему нравится помоложе А сколько это стоит? Ну, вообще-то у нас осмотр Только 100 гривен Будем смотреть До 2 тысяч гривен Да, и за это Он берет еще и нехилые деньги Посмотрим, что у меня здесь Так, ну есть Среда или пятница Подходит вам? Пятница? Вот пятница очень подходит Все, я тогда в пятницу В 12 у вас буду Буду ждать вас, милочка Все, он странный Все, что он так странно Дышал Мы даже себе не представляли Насколько он странный В общем, сегодня я еду на прием К целителю Контакты которого нам дала Его жертва Светлана Она позвонила нам И изложила все в подробностях Да в таких, что мы были В полном шоке Он залез в трусы? Мы как бы понимаем К чему быть готовыми Но меня это понимание Вот вообще не радует С собой я беру деньги За прием 2 тысячи гривен На мне, как всегда Скрытая камера на одежде И в сумочке А на подслушку Сегодня вообще Главная надежда Ведь если группа не успеет Будет мне полный капец Мы на месте уже За 2 часа до встречи Зачем? Чтобы подготовить Необычному целителю Небольшую проверку Нашей актрисой Здравствуйте Прекрасно, замечательно Выглядите Совершенно по-весеннему Смотрите Самая главная задача У вас в сумочке Скрытая камерка Он ее не увидит Ваша единственная задача Давайте мы сюда Шарфик потом заберете Поставить сумочку Так от себя Чтобы она вас видела Не разворачивайте Только ни в коем случае Сумочку к стенке С той стороны Где у вас камерка Ну а дальше Как бы вы просто Пришли на прием Как пациент Пришли Выслушали И ушли А потом уже иду я Нашу актрису Мы записали на прием Как раз передо мной И она идет К целителю С совершенно реальной проблемой Больным коленом Но мы кое-что знаем Об этом целителе И хотим проверить Двойной проверкой Все, бабушка заряжена Что там есть коннепт С камерой? Чтобы контролировать ситуацию Мы следим за камерой Любовь Григорьевны В реальном времени Блин, она немножко Клапан прикрыла Ну ладно, не страшно Добрый день Я записывалась До вас на прием Конечно Слушай, какая умничка Нормально зашла Держится огурцом Сейчас самое главное Куда на сумку поставить Рисан За штучек Да ладно, на штучек Теперь главное Чтобы она вспомнила Инструкцию Слушай, камера изобразила Все правильно Поставила в нужную сторону Развернула Просто поставила Она что-то низкое Да что-то диван Да, я так понимаю Короче, у нас все без голов В итоге Ну ладно А дальше целитель Начинает ее целить Ничего не говорите Сейчас я настроюсь На вашу авру Просканирую ее Минуты две сканировал Потом торжественно заключил Что у нее головные боли И слабость А у кого этого нет После 60 Зато про больную коленку Не гугу А через 10 минут Чунга-чанги вокруг пациентки Все болезни Мы все сбрасываем Сбрасываем Сообщил, что очистил ей чакры И что она уже почти здорова Чувствуете? Чувствуете, Любовь Григорьевна? Трухай Трухай Бичевай По-моему, у нас перепугу поддакнуло Еще бы такой напор В общем, еще минут 15 Он кружил туда-сюда И подытожил Вам стало лучше Я это уже вижу Этим будет Видно Пока что не знаю У вас щечки уже покраснели У меня нога Дуже сильно будет Поэтому почистим На следующих сеансах У вас Очень Чисто Чакрова Хоть сейчас иди Прыгай с шестом Зато этот чемпионский диагноз Не бесплатный Я вообще денег не беру Но энергетическая пора Это такая сложная структура Что вы должны что-то дать И только тогда получить взамен Конечно, деньги мы бабушке обеспечили И через полчаса Она вернулась Под впечатлением Что? Вы заслуженный шпион страны теперь Спасибо вам большое Все было замечательно И великолепно И минток и нудный И минток и нудный О, как-то Энергия Да, энергия Давил, давил Прямо было слышно Как вот это вот Мыши тут просто наблюдали И дышал цыбули Хорошо А мы противогаз с собой не брали, да, сегодня? Все, вам дякую Я побегу, бомбанер затекает Да Итак, для нас подтвердилось главное Он таки любит помоложе Потому любовь Григорьевну Сплавила мгновенно Она, извиняюсь, его не взволновала А сплавит ли он так быстро меня? Так, ну что, я готова Сколько по времени? Ой, суспензия Суспензия нейтрализует действия любых одурманивающих веществ Так как жертву, которая нам звонила Перед этим, напоили странным чайком Итак, 11.55 В 12.00 меня ждет целитель Владлен Адрес он мне сообщил заранее Так что в подъезде мы еще с утра установили скрытые камеры А вот в квартире уже моя задача Одна точно в сумочке А там, ну как получится Группа, как всегда, на связи через подслужку Первый этаж Сразу на правую дверь Блин, это плохо, что первый этаж Может через окна сигнал? Нет, там решет Да, сегодня группа должна просчитать все варианты событий Потому что я и так на пределе Зная, на что иду Здравствуйте, а я на прием к вам Спасибо Ага, за предыдущей пациенткой дверь на замок не закрывал Но этот вариант мы просчитали Проходите Проходите, проходите Да, сейчас, секундочку Я сразу попала просто в глаз Это звонит наш человек, чтобы отвлечь его Для вот этого А группа в это время заходит в подъезд Итак, дверь я открыла Но наш человек все еще держит целителя на телефоне Когда вам будет удобно 18 часов Прекрасно Чтобы я могла установить скрытую камеру Кроме той, что в сумке Прекрасно, целитель даже не повернулся Ведь на связи потенциальный клиент Теперь сумочка Учитывая опыт бабули Ставлю не на диван, а повыше Все готово Я веду себя так, как будто ничего не знаю И так сканирование началось Я настроюсь на вашу энергетическую систему Сейчас чувствуете Тепло идет по сосудам Да, есть Есть И я правда чувствую тепло в районе шеи Там, где его рука А на самом деле это уловка Если сильно растереть ладони То любой почувствует идущее от них тепло Это физика и простая сила трения Ничего более Но для людей доверчивых Это выглядит, как начало чуда И так меня сканируют Я вижу Очень много проблем у вас Да? Конечно Как у меня здоровый, как лошадь Так куча проблем А как у 60-летней бабули с больной ногой Так хоть по дискотекам прыгай Самая большая ваша проблема Это Трой чакры Не знаю, что там за чакра Но физический контакт меня напряг Ведь за плечи можно просто держать А он прям поглаживает Которая называется Мон Ой Действительно, ой Жертва рассказывала, что он все сводит к лону Если клиентка ему нравится У меня просто как бы Я не знаю, как это все чакры Но у меня вот Желудок беспокоит Там, знаете, бутербродик на ходу Перекусить там Ваша энергия застаивается Образуется закупорки У вас настоящее образовалось болото Это психологическое давление Доверчивую девочку такие диагнозы парализуют А значит, можно переходить к более близкому этапу лечения Вместе с вами мы пробьем энергетические проходы Да-да, знаем мы, какие проходы А сейчас мы будем уводить Эти плохие сущности Техника отжигания огня Вообще я еле сдерживаюсь Коглаживания стали откровенней Видите, как коптит свечка Они уходят от вас Эти болезни Они уходят Это негативные сущности Которые мешают вам жизни Да пока мне очень мешают Его распоясавшиеся руки То плечико, то коленка И это я еще закрывалась Да, мне уже легче Меня-то сейчас здесь держит Только цель вывести его на чистую воду А отчаявшиеся пациенты Которые надеются вылечиться Терпят это просто так И что дальше? Милочки, вы очень зажаты Мне очень трудно пробить проходы к вашей ауле Вам нужно подить чаечки Очень целебные чаечки Да, видимо, я все-таки в его вкусе Вот и настал час чудо-зелья Я как-то так Я как-то в тумане Я с родни повалилась Я все не знаю Провалилась И все Ну что, была не была Надежда на нейтрализующую суспензию И минут через десять Пошло-поехало Присядьте сюда Присядьте, милочка А вот и главная часть марлезонского балета Чтобы умостить меня поудобней И выжидать Успокойтесь Все беды у девушек и женщин Именно потому, что образуются запоры чака Заметили, под монотонный бубнеж Вы занимаетесь сексом А это зачем? Это нужно для того, чтобы я пробился Шакральным узлам вашим Он еле подбирает слова Как будто думает о чем-то другом Во всех Ясно, чтобы я была в кондиции Мне надо еще накатить чудо-чайка Но он-то не знает про суспензию Это нужно для лечения Что? Вы не хотите исцелиться? Напор плюс обещание исцеления Это манипуляция Чтобы пилая не задумывалась Замечаю, что он начал краснеть И как-то учащенно дышать У вас могут начаться обмороки В ближайшее время Вы будете таскаться по горе врачам Ваши дела очень плохи Я вроде бы себя так плохо и не чувствую Но это все впереди у вас Я все это просканировал Расчет на доверчивых и внушаемых Чтобы девушка перепугалась И решила, что он единственная надежда И что в его руках ее здоровье Тогда ею легко управлять Я сейчас это все буду лечить и исправлять Итак, он думает, что я на крючке И на чайке Хотя на крючке он Пейте, пейте еще чай, милочка Вы должны успокоиться и раскрыться мне Да мы в курсе, как раскрыться Сейчас мне нужно, чтобы вы легли И открыли все ваши чакры Куда легли? На диван Ага, сейчас Особенно видя, как он раскраснелся Его что, в жар бросило? Но по времени чайок бы уже действовал И меня должно заметно разморить И я для отвода глаз Расслабленно сползаю и откидываюсь Пусть думает, что у меня уже мысли путаются Хотя легкие туманы правда чувствуются И он переходит в наступление Расслабляемся Глубоко подышим вместе со мной По контакту с руками он явно проверил Насколько они безвольны Тем больше я расслаблена А значит, дохожу до кондиции Расслабляйтесь А вам идет тепло Заметили, его голос стал тише и убаюкивающе Еще минут пять бубнижа И он плавно перешел вообще на шепот Мы очищаем проходы Чакры высвобождаются Этим он вводит жертв в легкий транс И еще плюс чудо-чаек и все Барышня в отключке Я, конечно, подыгрываю Но внутренне в страшном напряжении Ведь сейчас все и начнется Перешел наш опыт Значит, сгонок, пошли Группа перемещается к двери Ведь счет пошел на секунды Но прежде чем я скажу кодовое слово Его нужно словить на горячем Итак, я в отрубе Его действия Я подсматриваю через ресницы Фартук ему мешает, чтобы что? Свяемся Впускай меня Впускай меня От неожиданности он на меня аж завалился Щука! Вы, что? Тихо, тихо, оденьте их штаны Вы кто? Это программа аферистов сетях на новом канале Я только лечил Вы что? Штаны из вас кто снял? Аура снял? Я ничего плохого не делаю Вы ничего плохого не делаете? А куда? Я просто лечу лечения экстрасенсорные Это знают все мои пацаны Оправдание, кстати, продуманное Такое лечение абстрактное Результат руками не пощупаешь А потому работающее исключительно на внушаемости пациента Это курсы лечения? Это курсы лечения? А что вы собирались лечить у меня в колготках? А в ответ тишина Все это было записано на скрытых камерах Поэтому как ваше лечение направлено на то, чтобы прочищать не те проходы, о которых вы говорите Но на сегодня была записана не я одна Николаю По городам, по городам реально ездят А молоденький обвинял А, да? 28 лет Аленка, обзвони людей, скажи, что все приемы отменяются, доктор больше не принимает Думаете, он занимался сексом? Конечно, я не допустила до того самого А крикнула, как только он схватился за верх колгот Его это вышибло, ведь он-то привык, что пациентки не гугу И тогда он делал с ними, что хотел Да, он там трогал, а сам в это время самоудовлетворялся Но трогал только у молоденьких Там такой бес в такое ребро, я бы даже сказала, не совсем в ребро И самое поразительное, за это он брал с пациенток еще и деньги Как за обычный прием Так что, дорогие девочки, если и соберетесь к всяким разным целителям, то приходите хотя бы с подружкой Я в шоке И вот так ее не видно, когда я листала Потому что я вот так вот ее тут держу А как ты понимаешь, запомнить первое слово на одной страничке очень даже просто Валера на имя секс-машина А что же у вас с Танюхой не срослось? Шрала на капец Невідомо, что зерве секс-машину с котушок Подожди, Валера, 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 Валера Ты неправильно понял Та як интернет-продавцы Что мы можем вытянуть с ее страницы ВКонтакте Вот эта страница интернет-магазина Кидают людей на товар Для меня 500 гривен это не 5 копеек И я их не краду Почему кто-то захотел у меня их украсть И вважают себя безкарными Найдут, порежут, кислотой болел Смотри, что человек пишет, она больная на голову Та че безкарни вон и А телефончик тебе не нужен? Отдала телефон! Забирай телефон